В областной федерации профсоюзов прошла встреча губернатора Ульяновской области с представителями первичных профсоюзных организаций региона. Обсуждали защиту прав трудящихся, условия труда, отток молодых кадров в другие регионы. По мнению Алексея Русских, самой важной проблемой для Ульяновской области остается низкая зарплата. Перед нами стоит сложная, но выполнимая задача – достичь среднего уровня зарплаты Российской Федерации. Требуется институтное решение и четкая позиция профсоюзов по увеличению темпа роста заработной оплаты во всех отраслях экономики. Первые шаги в решении задачи уже сделаны. К примеру, вопрос о повышении зарплат работников муниципальных предприятий в Чердоклинском и Кузоватовском районах с мертвой точки сдвинулся. Это стало возможно за счет переговоров, которые провели муниципалитеты, профсоюзы и работодатели. И вся та задача, которую мы поставили по повышению заработной платы, она решается очень подробно, как бы с анализа всех предприятий, которые находятся на территории муниципальных образований, и с конкретной работой уже на сегодняшний день по повышению ее. Процент повышения действительно как бы варьируется от 3 до 15 процентов, но мы, я думаю, понимаем, что это первый шаг, который мы делаем. Устичка молодых кадров из Ульяновской области – другая проблемная зона. Как правило, молодежь, которая учится здесь, все же уезжает в другие места для поиска более прибыльной работы. По словам главы региона, многие предприятия потенциальных сотрудников терять не хотят. Поэтому на нескольких предприятиях зарплаты выросли до 19 процентов. Есть уверенность, что нам получится поднять средний уровень доходов. Конечно, хотелось бы до уровня российских как можно быстрее добежать, но я думаю, за 2-3 года мы с этой задачей должны справиться. Однако вопрос зарплаты – это еще полдела. Молодые кадры сегодня не могут трудоустроиться в Ульяновской области еще и потому, что работодатель больше заинтересован в уже готовом опытном специалисте. По мнению главы Минпросвещения Ульяновской области Натальи Семеновой, работодателям нужно развивать систему наставничества. Иду к работодателю. Христоради возьмите. Показываю все в цифрах. Сравнение. Он говорит, а нам так неинтересно. Нам нужен на блюдечке готовый продукт. Но так не бывает. Ребенка надо, я его называю ребенком, за руку наставника. Вот это делает набережные Черны. В целом в регионе уже подписано 298 соглашений о темпах роста оплаты труда. Больше 100 предприятий выразили готовность увеличить заработную плату сотрудникам.